покажу вам небольшой обзор работ вот покрашенные лишаки у нас вот так вот они выглядят там башни тролли и он у нас такой жираф гости ходят смотрят туристов сегодня прорвали оцепление то мы очень загораживали но сейчас их не загон не загораживали дали им погулять вот уже пошла покраска цветочника и там видно венецианская то штукатурка можно может посмотрим тогда и разну сможет красить и вот она сейчас красит дерево и сейчас подойду ближе покажу вам вот этот комплекс небо немножко у нас кикимора смотрите какие у нее уже бусики и подарили она при делах даже могу ближе вам показать смотрите виде кикимора такая вот они такие грибочки он птичка смотрите у ней бусики то есть но на вся при делах подознать и сзади у ней такая котомочка есть этот с грибами вот волосы платьичка разлетайка видите какая она помятая такая ну реально коробочка на с грибами дружит она ведь и мухоморов там и и тени и к ней в сумку не идут а здесь вот такая вот лишак потом будет цветочник видно землю засыпем и хозяин будет наводить порядок и здесь будут расти какие-то растения вот так он выглядит этот лишачок змей судить у нас мишкой инопланетянин скоро мы ему место найдем где он должен стоять там он большой такой леший ну все остались только прописать ему вот так да так сорвал вот здесь вот такой цветочник смотрите ведь уже его красили уже смотри какая красная краска такая малиновая серебро интересно как просто как она держаться будет а такой интересный цвет у нас не было это мы здесь в калуге покупали а вот видите беж пошел все хотел вам показать и прозевал когда начали красить вот этот бежевый камень вот это обычная стандартная покраска вот таких заборов обычно мы это делаем держим с бежевой краской а здесь вот смотрите портал вот мы его стремимся уже срезать ну чтобы срезать надо верха прокрасить вот ира как раз красит смотрите это красную краску взяла вот это грибы вот так они красятся грибы вот так на лесах по 10 часов приходится висеть чтобы что-то раскрасить вот здесь все присмотреться одним цветом погрунтовалась видно как вот нужно посмотреть ну вроде как мастер-класс вот здесь один грунт потом там уже черным продулся даже зеленым а наверху уже пошла прописи вот как бы несколько этапов покраски дерева ну кто примерно имеет навыки и понятия то он увидит вот это ну как несколько вариантов ну как под видов под краски идет один потом продукт а темным потом зелень потом красным потом пропись и так получается дерево здесь дерево без коры ведь она старое дерево это какой-то фэнтезийный портал видите уже ну потом леса срежем я более подробно расскажу что это за портал и какие у него задачи вот уже у нас чуть-чуть просыкает снизу эти какая-то магические у них там рисунки находятся то есть вот вот такой камень и камень и сюда заходишь надо пакет заклинания и открывается вот эти двери можно попасть параллельный мир портал вот так вот здесь у нас уже холода не знаю дадут нам покрасить не дадут но уже мы начинаем порядки наводить ну хотя бы леса посрезать туристы с удовольствием идут сюда смотрят вот смотрите видите тоже очень интересная такой цветочник цветочник альпийская горка или это скала камень и вот такой вот такой вот вариант ну там надо гидроизоляцию делать там видать он сполз камень надо будет заново кидать и дать сыра было и кусок толщина большая сползло а здесь мой кусочек вам показывали всевозможную венецианскую потом штукатурку гоблинскую потом показывали даже чешую а потом просто сделали такой камень чтобы не переводить раствор но потом мы его когда будем делать подружим с этой скалой вот покажу покажу вам вот мама с этим с ребенком сидит страдает уже холодно вот такой ведь у нас диванчик фиолетовый получился забор видите техно здесь тоже должен был привести был хрусталь мы должны были сделать светильники ну хрусталь не привезли хозяин сказал что сам будет не торопи его тебе только кино снимать только в youtube хочешь все кинуть а мне не надо торопиться я хочу не спешить вот так вот так он не сказал вот смотрите у нас такая черепаха вы ее уже много раз видели а вот это мы уже сделали этого забыл как его звать ну какой-то лишак давайте назовем такой леший видите леший стык что-то смотрю как усы ему не докрасили то есть охраняет двор на корнях тоже вот этот дымчик здесь а по уже повезли веки всему нам повезло заканчив рабочий день вот у нас вот такая вот комплекс кресло такое кресло тирана на этом кресле тиран сидит видите там часы у него время тирана когда-то должно закончиться оно не постоянно вот рядом весы добро и зло видите у нас добро перетянуло зло ну еду посмотрим вот даже смотрите весы счастья может каждый может свое счастье взвесить ну есть много здесь таких интересных приспособлений от которым это убить и на нем даже усидеть не так просто туристы с удовольствием на нем садятся вот сколько пружин мне пришлось и чтобы это кресло держать раз-два-три-четыре-пять это целый автомобиль можно на таких пружинах был кататься здесь одно кресло еле выдержит она на килограмм 200 весит вот здесь у нас такая машина мышка смотрите вот она так выглядит он цветочники те гидрозаляцию сделали наши цветы не посадили ну едем пускай не занимается тоже видите здесь тоже всякой бяки много и надо было просверлить вода видите собирается и не дошли руки вот тоже здесь камень какой-то светильник мы не доделали это у нас портал с которым за нас инопланетяне ли кто-то с нами подглядывает затем параллельным миром вот цветочек здесь розы должны быть розари и здесь мы должны сделать царицу роз такую скульптуру если мне великолепные эскизы может как будет я скину покажу вот у нас вот этот дом теперь корни не зажатые свободно растут на эту территорию раньше там забор был эту территорию мы выкупили и вот я достроил вот это вот это то что его показываю было построено за сколько ну 60 70 ну за 90 дней ну давайте за 100 дней гараж вот это все 4 скульптора ну и 7 человек таджиков подсобников то есть вот это мы сделали за 100 дней вот это опять у нас змея такая удав подглядывает это какой-то питон подземный как-то забыл ну питон короче это пустынный или как-то забыли у нас видите зайка русачок такой с морковкой я уже показывал это тоже обзорную покажу вам такой киношку домики морковку взял и и куда-то он ее волокет с этим с этим дедом а ему говорили не не с этими взрослыми с чужими дядями не разговаривай это в мешок посадят и куда-то по волоку то знаете это что он не слушал зайки это волоку то ли на рынок то ли с рынка то ли непонятно ли он купил то ли продать его хочет то есть вот это вот такая вот задумка была здесь рядом кикимора тоже девушка непростая она это менеджером работает на какой-то там серьезной конторе там или в пятерочке по лесным заготовкам видите на грибы там шампиньоны вот это на все понимает это же вот видите она людей уже бусы она такая ну при делах тетенька здесь будет альпийские горки вот это смотрите какой у нас жираф жираф или про не это не жираф это верблю по верблю вот на нем можно даже посидеть и вот такой корень светильники здесь вот эта альпийская горка перейдет в эту сторону ну вот смотрите вот такой вот комплекс у нас здесь вот это по замыслу ведь и цветочники еще какие-то будут а вот это у нас параллельный мир ну кто за нами следят а это параллельный мир который ну мы можем туда посмотреть я вам покажу потому что хозяин уже прилетел говорит пацаны это проблема большая у меня там куры пасутся вы за ними будете подглядывать не знаю но сейчас дождь я покажу вам все таки кому интересно смотрите вот видите не куры уже ушли спать наверно вот видите сюда можно посмотреть ну даже рукой я могу показать видите смотрите вот так круто живут они это самый такой хозяин хорошую не овцы здесь и вот это нужно сюда прийти и посмотреть он горит пацаны закройте эту дырку мне говорит куры перестанут занести и овцы шкура облезет а самое интересное там у нее дальше соседей вообще забора нету понимаете она будет запрещать через дырку подглядывать вот это такое он он сам крымчак видать у нее украинская кровь где-то есть на такой хозяйский дядька все это горит самое горит а вот эти туристы приезжает он говорит им надо гвозди подсыпать туда чтобы они не ездили это такая гадость ну короче ну короче проблема у нас это же вот дело в том что проблема вот эта вся территория была его вот он ее загородила мою перегородили вот это у нас вот теперь как бы ему это не нравится хотя у него много земли там ну так получилось вихляндия разрастается параллельный мир чуть-чуть перехватил чужой территории где-то баранам опцам жилось раздольно а вот это видите дерево который лежит он попросил чтобы его выкупили вот хозяин выкупил вот там за ним было 5 яблок он это я не могу собирать и хозяина дал ему деньги за это дерево потому что это его дерево он его выращивал то есть вот такое бывает тоже